ПЕСНЯ Открыли мы наш праздничный концерт гимном Лютеранской Церкви. Когда-то бывшее архивное здание, а сегодня историко-культурный объект наоготической сакральной архитектуры. В советское время Лютеранская Церковь Святого Иоанна была обустроена под архив, а мебель и люстры из кирхи переместили в зал заседаний Горсовета. И только в 1995 году церковь вновь вернули общине. Сегодня протестантская кирха приобрела такой же вид, как и в 1912 году. Недавно единственный действующий лютеранский храм Беларуси отпраздновал двойной юбилей. 230 лет со дня ее образования и 30 лет современной жизни. Торжественные мероприятия посетили не только представители традиционно-христианских конфессий, но и прихожане общины, жители и гости Гродно. Мы сделали такой концерт-лекцию, чтобы не только людям рассказать о жизни общины, чем занимается наша община, но также и удивить концертом органной музыки. Во время мероприятия гости торжества высказали слова благодарности за сохранение истории и развитие протестантской общины. Значимым моментом для пастора Лютеранской церкви Святого Иоанна стало вручение почетной грамоты от председателя Гродненского областного совета депутатов Елены Пасюты. Самую важную, самую главную награду областного совета – почетную грамоту. Примите. К двойному юбилею протестантской керхи передали праздничное послание и исследователи, которые совместными усилиями запечатлели на бумаге самые важные события из жизни Гродненской лютеранской общины. Теперь об истории этой конфессии можно узнать в книге под названием «Лютеранев Гродно». Я являюсь керавником Центра доследования Диаспор и Змежного Беларусского знамства Гродненского державного университета. И у нас возникла идея такая на 230 годзе лютеранской общины города Гродно выдастся невеличко такую брошуру, якая бы нам рассказывала про гисторию лютеран в нашем городе. Гистория эта вельми цікавая, я вельми удячный российскому гистору по нашему колезе Игору Игоревичу Баринову, супрацовнику Института славянознавства Российской академии наук, за то, что я надвукнулся, подтримав эту идею. И вот с такими суместными выселками мы выдали эту брошуру, якая будет рассказывать нашим гродзенцам и гостям нашего города про вельми цікавый лёс лютеранской общины города Гродно. Наша Беларусь уникальная краина, наш город Гродно уникальный город, где у мире и добросуседстве живут разные конфессии и разные народы. И для нас вельми было важно, в Меновитый год мира, сказать про то, что история лютеран в родинских является вельми цикавой историей, и она вельми важна для разумения сегодняшнего поколения жихарова нашего города. В народе Гродненскую протестантскую церковь называют «поющей» и «не зря». Кроме молитвы, богослужений, община проводит музыкальные вечера, а изюминка церкви – орган, на котором играют произведения разных эпох и композиторов. В заключение празднования двух важных дат Кирха подарила всем присутствующим концерт органной музыки в исполнении артистов Гродненской капеллы. Мы услышим праздную музыку в нашем таком концерте лекции, но орган, который у нас сегодня есть, в следующем году отмечает небольшой юбилей. Десять лет, как орган появился в городе, это своего рода стало одной из визитных карточек города Гродно, и такой изюминкой, куда приезжают жители, гости города и туристы, конечно же, чтобы послушать концерт органной музыки в нашей Литарамской Кирхе. Сотни концертов, сила музыки и горящие глаза слушателей. Буквально за несколько лет в Кирхе воцарилась удивительная культурная атмосфера. И мы уверены, что подобные мероприятия пройдут здесь еще не раз и покорят присутствующих. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ